Ночь, улица, дорога, светофор, инспекторы дорожно-патрульной службы на передвижном посту на пересечении улиц 30 лет Победы и Тарнавской. Это оживленный перекресток города, где регулярно случаются дорожные происшествия. Вместе с инспекторами на дежурство вышли представители добровольной народной дружины и общественники из гражданского дозора. Не успели оглянуться, вот он, первый нарушитель. Решил проскочить на красный. За такое нарушение протокол. Легкачить на столь оживленном перекрестке просто недопустимо. Нас остановили за нарушение правил дорожного движения. Мы вам меняем статью. 12.12, часть 1. Нарушили, совершили проезд через перекресток, нарушающийся у нас от опора. Его товарищ по нарушению, еще один спешащий, спокойное оказание не воспринял. Начал спорить и доказывать, что ехал как положено. Долго дебатировать инспекторы с нарушителями не стали. Как говорится, у всех есть право на защиту. Но пересмотрев записи нагрудных видеорегистраторов, активистов гражданского дозора, мы полностью убедились в правоте сотрудников. Красный свет горел еще до того, как водитель начал пересекать дорогу. С фактами не поспоришь. У нас зеленый моргает 3 секунды, желтый горит 3 секунды. Светафор расположен 15 метров от перекрестка. У вас 6 секунд, не хватило машину остановить? Вопрос, в какой скорости двигались? И у нас, если вы на желтый светофор проезжаете, правильно? У нас светофор расположен 15 метров от перекрестка. Вы, светофор на желтый, перекресток на красный. Логично? Логично. Вы мне сейчас приводите в доказательство пункта ПДД. Самым распространенным нарушением правил дорожного движения стала тонировка. Если кто-то ограничивается лишь боковыми водительскими стеклами, то другие не прочь затонировать и лобовое. Что, конечно, отрицательно сказывается на обзорности, соответственно, и на безопасности участников движения. В этих случаях никто не спорил. Уровень затонированности определял прибор, а не только глаз инспектора. Да нет, она легкая, но черная. Ну, черная, легкая, но черная. Да я-то машину брать, сказали, догадаться. Не обошлось и без желающих сэкономить на страховке автомобиля. Причины, конечно, у всех были разные. Однако это не освободило нарушителей от штрафов. Все же наличие полиса ОСАГО – это не только спокойствие самого автовладельца, но и гарантия возмещения затрат при ДТП для других участников движения. Кажется, с этой штрафой. Не, серьезно, в базе сидели мы с девчонкой 30 минут. Она говорит, везде отказ. Попробуй в другое место приеду. Да, ну что? Перед Новым годом. Смотри, штраф 800 рублей за данное правонарушение. Добровольные, в течение 27-го, можете полуцию наплачать. Да, я сверху. Надо отметить, что сохранять спокойствие и внимательность принесения дежурства не так-то легко. С непривычки и съемочной группой общественники периодически грелись в машине. А вот инспекторы переносили холод на ногах, лишь изредка удаляясь в салон авто для оформления протокола. В ходе ночного дежурства на территории города Балаково было выявлено 31 нарушение экипажа МДПС. Из них 22 грубых, таких как управлять транспортом водители, не имеющие при себе документов, водители, передвигая транспортные средства, не пристегнутые ремнями безопасности, управлять транспортом с нанесенным на передние боковые стекла пленкой, то есть ограничивающий обзор с места водителя, так называемый тонированный, и водители, которые проезжали перекресток, запрещающие там светофоры. Когда водитель управляет транспортом с тонировкой, то есть при выявлении такого нарушения на водителя составляется административный протокол постановления, выписывается ему представление на устранение данного нарушения. Когда водитель попадается два раза, ему выписывается два предписания на устранение, И на третий раз, если он попадается, то уже составляется административный материал по 19.3, это неуполнение закона требуемости сотрудника полиции, и направляется в суд. По данной статье предусмотрен арест до 15 суток.